Hola amigos! Привет друзья всем кто меня знает. А кто не знает меня зовут Роман. Я 25 лет живу в Европе, из них три последних годов в Испании. Я организатор путешествий и рассказываю на моем канале о жизни в Испании, Финляндии, о путешествиях, о том как живется простому человеку в Европе, плюсы и минусы разных стран. Присоединяйтесь к моему сообществу и получайте интересную и полезную информацию совершенно бесплатно. Погнали! Если вы едете в Испанию на автомобиле со стороны французского Перпьяно или наоборот путешествуете во Францию со стороны Барселоны, думаю вам будет интересно заглянуть в одно очень приятное местечко. Здесь очень многолюдно днем и пустыно вечером. Сюда приезжают автобусы с туристами из Испании и Франции. Здесь можно не только посмотреть, но и оценить на вкус. Итак, друзья, сегодня я покажу вам устричную ферму и проведу дегустацию. В интернете я нашел место, которое хвалят поголовно все и нацелился туда обязательно приехать. И тут представился такой случай. Я как раз возвращаюсь из Франции домой и это место оказалось точно на моем пути. Друзья, мы заехали в городок Люкат, недалеко от границы с Испанией и решили попробовать местных устриц. Это место очень популярное среди туристов. Я очень много слышал про него в интернете. Также я смотрел, подписан на эту страничку в фейсбуке. И здесь находятся устрица, добывающие фермы. И, соответственно, здесь можно попробовать свежайших устриц и другие морепродукты. Так что зайдем, посмотрим. Посмотрите, вся стоянка вдоль этих ресторанчиков забита автомобилями. То есть сюда приезжает очень много людей. Рыбаки и владельцы бизнеса открыли здесь свои рестораны и предлагают совершенно свежайшие морепродукты здесь же для своих точек. Место называется Le Mas Bleu. И сегодня мы посмотрим, насколько это вкусно, то, что они подают. Смотрите, вот здесь вот по берегам этого канала, как раз с обеих сторон расположены такие фермы. И плюс здесь же стоят лодки, я так понимаю, что рыбаки ездят с креветками. И тут же, вот прямо на протяжении всего этого берега, с обеих сторон, установлены вот эти ресторанчики, где тут же и обрабатывают мидии, и креветки, и тут же их готовят и предлагают. Очень популярное место. Сейчас, видимо, просто не сезон, вторник. Мы приехали в 3 часа дня, возможно, уже время обеда прошло, поэтому народу достаточно немного. Но машин стоит куча, поскольку ресторанов очень много, то есть на каждый ресторан по нескольку клиентов обязательно сейчас сидит. Процесс выращивания занимает около 4 лет, после чего моллюски привозят в ресторан. В меню вы найдете 5 видов этого продукта. Кто-то сейчас скажет, фу, а кто-то облизнется. Да, на вид это блюдо не особо презентабельно. Да и на вкус, честно говоря, не каждому понравится. Но, как говорится, чтобы понравилось или не понравилось, надо попробовать. Это уксусный какой-то соус. Я думаю, что сейчас... Капнем немножко лимончик, да? Капнем немножко лимончик, да? Это вкусно, это вкусно, очень хорошо. Я ем устриц уже не первый раз, если честно, в первый раз, когда я их попробовал, мне не очень понравились. А второй раз, когда я купил, первый раз я пробовал устрицы в ресторане в Хельсинки, ну, видимо, они туда долго шли, и я не сильно впечатлился. Второй раз я купил устрицы сам в магазине свежие, научился их вскрывать по рекомендациям, которые я нашел в ютюбе. Но, опять же, не остался прям супер доволен. Вот сейчас, я не знаю, от чего это зависит, может быть, от того, что они реально были свежие и живые. Вот сейчас я прям очень сильно прибалдел, еще очень классное вино подают к этим устрицам, и все вкупе получилось просто сногсшибательно. На самом деле это очень, ну, разрыв вкуса, я честно скажу, разрыв мозга, и это реально очень-очень вкусно. Давайте прогуляемся по ресторану. На заднем дворе выгружают улов и сортируют его в производственных помещениях, распределяя по разным ваннам со свежей водой, подпитываемой кислородом. В этих ваннах моллюсков доводят до кондиции около двух недель, чтобы они приобрели слегка солоноватый привкус, что очень важно для дегустации. Выловленные устрицы продают не только в ресторане, но и на вынос. Магазин при ферме работает круглый год, поэтому желающие могут наслаждаться любимым блюдом и дома. Здесь стоит такой запах тины и водорослей, а свежих устриц тянет таким, ну, не очень приятным, наверное, запахом, поскольку тина и водоросли создают такое не очень приятное для обоняния ощущение. Но после того, как они разделаны и очищены от всех этих остатков водорослей, это очень приятно. Устрицы здесь принято заказывать с креветками и белым вином. Чаще всего подают молодое шардоне, но в винной карте есть и другие вина. К блюду также приносят белый хлеб с маслом, лимон и уксус. Устрицы очень питательны, как и креветки. Цена за 6 средних устриц 7,5 евро, бутылка белого вина 9 евро, 6 креветок 5 евро. Итого, буржуйский деликатесный обед на двух персон обойдется вам всего в 34 евро. А вот так это место выглядело в сезон, в августе, в обеденное время, когда я тоже заезжал сюда на обед. Друзья, очень рекомендую попробовать и почти уверен, что правильная устрица под правильное вино зайдет почти наверняка любому. Но мое дело порекомендовать, а решать уже вам. Если вам понравилась моя экскурсия, поставьте мне лайк. А если нет, ну напишите, что именно вас смутило или расстроило. Кстати, именно у нас вы можете заказать устричную экскурсию во Францию или индивидуальный тур по Европе. Ссылку на сайт я дам в описании. Время к вечеру, пора ехать домой. Впереди еще около 700 километров. Мы все остались довольны посещением этого устричного места. Я обязательно оставлю ссылку в описании на это место в группе Facebook. У них там есть своя страничка, каждый может зайти, посмотреть и также найти адрес, где это место находится. Очень рекомендую. На самом деле, не только это место, там их очень много. Всевозможных ресторанов, каждый найдет себе свой собственный. Можете написать в комментариях, где вы ели устриц и ели ли вообще. И понравилось ли вам. А также не забываем подписываться на канал и ставить большой палец вверх. И вот мы пересекли испанскую границу. И я прощаюсь с вами. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И до встречи в следующем видео. Пока!